Лучшие на земле и в воздухе. В Химках наградили победителей и призеров 15-го конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 2023 Международного аэропорта Шереметьево. В целую значимость приобрели профессиональные достижения сотрудников аэропорта Шереметьево, которые обеспечивали высокое качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, безуходительную пунктуальность выполнения рейсов и развитие крупнейшего аэропорта страны. Профессиональное состязание 2023 года стало самым масштабным за историю его проведения в Шереметьево. Конкурсанты боролись в 26 номинациях. Каждый претендент на победу прошел теоретические и практические испытания под надзором конкурсной комиссии. В финал вышли более 90 специалистов, а 28 из них были признаны победителями. Сегодня мы чествуем лучших сотрудников, выигравших в конкурсе профессионального мастерства. Это те сотрудники, которые больше всех знают, больше всех умеют, лучше всех улыбаются и создают незабываемую атмосферу для наших пассажиров. Этот конкурс у нас ежегодный, мы его стараемся проводить каждый год и ему уже более 10 лет. Среди награждаемых химчане. Юлия Асташева уже 10 лет трудится в Шереметьево. Она стала победителем в номинации «Старший диспетчер по рулению воздушных судов на перроне дирекции Центра управления аэропортом». Она координирует потоки воздушных судов на перроне. Благодаря такой работе пассажиры вовремя выходят из самолетов, а те отправляются на дальнейшее обслуживание. Очень было неожиданно, интрига сохранялась. Мы все очень сильные, очень грамотные специалисты. Меня окружает все это дело, команды. Только благодаря команде мы можем все организовать правильно. Это огромный аэропорт, наш самый живой. Он всегда живет, в нем всегда поток пассажиров, поток самолетов, перебуксировок. Еще одна химчанка стала призером конкурса в номинации «Старший диспетчер по рулению воздушных судов на перроне дирекции Центра управления аэропортом». Это Анастасия Локотаева. Девушка признается, всегда хотела связать свою жизнь с авиацией, поэтому окончила профильный вуз и пошла работать по профессии. Очень здорово. Неожиданно, на самом деле, что у меня второе место. Я очень этому рада и благодарна, что наше руководство оценило мои знания и опыт. В этой профессии есть рост, главное – стремление, желание. И, безусловно, да, я надеюсь, что дальше больше. Помимо наградных кубков, победители конкурса получили сертификаты на денежный приз в размере 50, 70 и 100 тысяч рублей. Такое признание заслуг вдохновляет на новые профессиональные совершения. За 2023 год сотрудниками группы компании «Маш» проделана колоссальная работа. Перевезены свыше 35 миллионов пассажиров. В 2024 году аэропорт отметит свое 65-летие. Впереди большие планы, которые обязательно реализует команда настоящих профессионалов. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Новости Химки-ТВ.